День Города Инновационные разработки молодых ученых региона. Кто получит грант на исследование? Достопримечательность на месте развалин. Городище Старая Рязань станет музеем под открытым небом. Пытался выброситься из окна. Инцидент произошел в доме номер 2 на Солочинском шоссе. Мужчина сидел на окне седьмого этажа и собирался прыгнуть вниз. Очевидцы вызвали полицию. На место также прибыл пожарный расчет с лестницей. Совместными усилиями им удалось уговорить молодого человека вернуться в квартиру. В настоящее время работа с ним продолжается. Спор из-за татуировки закончился поножовщиной в деревне Хрущево Старожиловского района во время распития горячительных напитков. Мужчина убил собутыльника. Тот не смог объяснить, что означает нательный рисунок. Тело нашли в лесу через сутки. Какое наказание назначил суд, знает Дина Исляева. Собрались вчетвером. В доме одного из знакомых пили, возможно, даже не один день. Проведенная экспертиза установила большую дозу алкоголя в крови подозреваемого. Андрей Агапкин ранее был неоднократно судим. Отбывал срок за кражи. Во время застолья выяснилось, что у одного из новых знакомых тоже богатое криминальное прошлое. Андрей увидел татуировки и попросил объяснить их значение. Вот он встал, мне за плечо схватил. Я его вот так вот откинул, так же вот он сейчас так и лежал. Все, я его откинул вот этой рукой. Все. И говорю, ну, то есть, не лезь, мы с ним выпьем туда-сюда. Опять же у меня промежуток навал памяти. Он потом очутился здесь вот. Дальше случилось страшное. Вот даже из полки я вытащил нож. И вот я его стукнул. Говорю, вот как-то вот с этой рукой я вытащил. Но он уже сидел вот, как вот сейчас. Остальные собутыльники даже не успели среагировать на происходящее. От полученных ран пострадавший умер на месте. Кореньков находился рядом с Агапкиным. Попросил у него выпить. Агапкин от него отмахнулся. Тот, в общем, упал на пол, потому что до этого сидел на кровати. И там между ним вот такая вот ситуация произошла. То есть Агапкин, да, он целенаправленно наносил удары ножом Коренькова. Также он пояснял, что понимает, что от этих ударов человек мог причинить смерть. С места преступления Андрей Агапкин скрылся. Его нашли через сутки в лесу. В настоящее время Агапкину Сторожиловским районным судом Рязанской области вынесен приговор, по результатам которого, да, Агапкин приговорен к 9 годам, 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание Андрей Агапкин будет в колонии строгого режима. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Как не стать жертвой мошенников, напомнили полицейские. Регулярно они вычисляют новые методы обмана и не устают повторять. Главное – бдительность. Звонок с неизвестного номера поступил в 23.30. Злоумышленники представились с сотрудниками банка, сообщили о хакерской атаке. Чтобы обезопасить счет, попросили жертву назвать данные карты. Срок действия, номер и код с обратной стороны, фамилию и имя. Я назвала, все-таки сумма на карте у меня немаленькая. Хотелось бы, чтобы это все было безопасно. И буквально через несколько минут мне приходит смс о том, что почти все денежные средства с моей карты списаны. Это новая мошенническая схема. Давидный испуг и сонное состояние жертвы. Пока вы поймете, что к чему, от денег не останется и следа. В этой ситуации важно не растеряться и сразу положить трубку. После этого выполнить несколько простых действий. Связаться с сотрудниками банка по номеру телефона, который указан на обратной стороне вашей кредитной карты. После чего незамедлительно сообщить о произошедшем в органы внутренних дел. Напомним, что ранее популярность приобрели еще несколько видов мобильного мошенничества. Среди них звонки с сообщением о том, что ваши родственники попали в беду и требуется срочно перевести крупную сумму денег. А также сообщения от якобы сотрудников банка, которые говорят о блокировке счета. Во всех случаях следует перепроверить информацию и позвонить в полицию. День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, почтили рязанские полицейские. Церемония состоялась на мемориале Аллеи Героев. Панихиду отслужил настоятель храма архистратига Божия Михаила, построенного на средства сотрудников органов внутренних дел Рязанской области. Цветы к могилам возложили матери, вдовы и дети погибших, а также боевые товарищи. На встрече присутствовали и представители пенсионной и медицинской службы МВД. Они обсудили с членами семей погибших вопросы, касающиеся бытового, финансового, а также медицинского обеспечения. Позже для них организовали праздничный концерт, на котором выступили ученики школы номер 44 и творческие коллективы. Напомним, что День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД России традиционно отмечается 8 ноября. Из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли здание бывшего детского мира. Такое решение вынес Рязанский областной суд в ходе рассмотрения апелляционной жалобы. На устранение требований по эксплуатации помещений собственнику дали 20 дней. Напомним, что в здании по адресу улицы Соборная, дом 38, расположены торговые и развлекательные помещения, в том числе батутный клуб и детская развлекательная организация. Проверки в торговых центрах Рязани прошли после трагедии в Кемерово, когда в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе дети. Иски о приостановлении деятельности до устранения нарушений требований пожарной безопасности были поданы в отношении ряда торговых центров, в том числе торговых центров «Рязанский», «Малина», «Атрон», «Аркада» и других. Суд установил, что нарушения были устранены, требования о закрытии торговых центров были сняты. С 1 января 2019 года пенсионеров ждет сразу несколько изменений. Самое обсуждаемое – повышение пенсионного возраста. Переход будет осуществляться постепенно, он будет закончен к 2028 году. Еще одно важное нововведение – это индексация. Насколько увеличатся пенсии с нового года и что ждет учителей и врачей, узнала Мария Рудая. С 1 января вступает в действие 350 закон, именно тот, который регламентирует повышение пенсионного возраста. Напомним, женщины теперь будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Переходный период будет длиться 9 лет, вплоть до 2028 года. При этом до 2021 года прибавлять будут по полгода. Таким образом, те, кто должен был пойти на пенсию уже в январе 2019 года, смогут это сделать только в июле и так далее. И если льготных категорий граждан нововведения не коснуться, то врачей и учителей очень даже. Педагогическим, медицинским работникам, когда мы будем в 2019 году назначать пенсию по выслуге лет, так называемому, то она у них будет отложено время получения в 2019 году на полгода с момента права, в 2020 году на полгода и дальше также на год по той схеме, какой установлен для всех пенсионеров. Управляющий региональным отделением пенсионного фонда уверяет, эта реформа дает возможность уже в январе будущего года повысить пенсионные выплаты. Правда, индексация коснется только страховых пенсий. Именно индексация будет не с 1 февраля, как обычно мы это делали, а и с 1 января. И эта практика, она уже будет, так сказать, ежегодной. И 7% это почти в два раза выше, чем ожидаемая инфляция по итогам 2018 года. Таким образом, если пенсия составляет 10 тысяч рублей, то прибавка составит 700 рублей. Сейчас в регионе 386 тысяч пенсионеров, при этом 43 тысячи получают так называемую государственную пенсию. Это инвалиды и дети, оставшиеся без кормильца. На эту категорию граждан индексация 7% распространяться не будет. У нас индексация государственных пенсий происходит уже не в рамках индексации страховой, а в рамках индексации ежемесячной денежной выплаты и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Эту индексацию мы счастливаем с 1 апреля любого года. Ну и, соответственно, уровень индексации этих пенсий намного ниже, чем уровень индексации страховых пенсий по старости. Также индексация не коснется работающих пенсионеров, но им с 1 августа 2019 года будет сделана корректировка выплат в зависимости от их страховых взносов. Индексация будет восстановлена, как только человек перестанет работать. Расчет пенсионных выплат довольно сложен. Главное, на что обращают внимание при формировании пенсии, это стаж и сумма страховых взносов. Если пенсия получается меньше прожиточного минимума пенсионера, на сегодняшний день он составляет 8,5 тысяч рублей, то устанавливается федеральная социальная доплата. Здесь важно, что при индексации в расчет берется только сумма пенсии без доплаты социальных выплат. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Финальный отбор по программе «Умник» проходит в Рязанском государственном радиотехническом университете. Молодые ученые представляют инновационные разработки в области био- и цифровых технологий, медицины, новых приборов и многом другом. Лучшие получат грант на реализацию идеи. Подробности в нашем сюжете. Повысить безопасность на дороге. Эту цель поставила перед собой Татьяна Стройкова, автоледи, инженер и ассистент кафедры в Рязанском государственном радиотехническом университете. Она придумала прибор, который анализирует светофоры и сообщает водителю, успевает ли он проехать на зеленый сигнал или лучше остановиться. Физически это будет небольшая система. Она встраиваемая в салон автомобиля. Состоять будет из блоковый числителя, который можно расположить, где удобно, бардачки или где-то еще. Камеры, которые будут снимать всю происходящую обстановку, которая также может как видеорегистратор работать. Навигационный приемник в ней будет, который будет грубо определять положение транспортного средства. А также устройство для вывода сигнала водителям. Воплотить проект в жизнь поможет программа «Умник». В этом году ее участниками стали 26 молодых ученых региона. Свои разработки они представили в шести номинациях. Это цифровые и биотехнологии, медицины и технологии здоровья сбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии. Надо уметь и представлять свои результаты, и видеть перспективу дальнейшего развития их, и уметь эту перспективу донести до экспертов так, чтобы было все адекватно понято. Сложность в том, что они, многие из них наверняка впервые выступают перед подготовленной и критически мыслящей аудиторией, способной задавать каверзные вопросы. За 9 лет существования программы «Умник» ее победителями стали около 170 человек. Участники представляют не просто идеи, а бизнес-модели, готовые к реализации на практике. Инфраструктура готова помочь вам найти, связать вас с потребителями вашей идеи. Инфраструктура готова помочь вам создать малое предприятие, стать индивидуальным предпринимателем и так далее. Проекты участников уже прошли оценку в стенах родных вузов, а также заочную экспертизу федеральных экспертов, которые отметили высокий уровень проработки идей. Сейчас ученые участвуют в финальном отборе. Конкурс проходит в рамках шестой региональной конференции молодых ученых «Инновационные методы решения научных и технологических задач Рязанской области», аккредитованные в рамках программы «Умник» Фонда содействия инновациям. Стоит отметить, что Рязанский государственный радиотехнический университет является не только площадкой проведения конкурса, но и представителем Фонда содействия инновациям в нашем регионе. Программа направлена на поддержку финансовую проектов инновационных молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Это так называемое предпосевное финансирование и подразумевает в себе выделение 500 тысяч рублей на каждый проект в течение двух лет. Также победители программы получат 40 тысяч рублей от правительства Рязанской области. Организаторы подчеркивают, что эти деньги должны помочь авторам полностью погрузиться в совершенствование разработок и вывести проект на следующий уровень. В Рязанском медицинском университете проходит конференция молодых ученых достижения современной фармакологической науки. Она посвящена 95-летию со дня рождения профессора Анатолия Никулина, который стоял у истоков создания фармакологического факультета РязГМУ. Ее участники, известные ученые и студенты обсуждают будущее отрасли и вопросы влияния препаратов на организм человека. Участниками конференции стали представители ведущих научных школ Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Ростова-на-Дону и других городов. Посвящена она вопросам лечения заболеваний и действиям лекарственного организма. Рязань регулярно становится площадкой, где встречаются ученые. И это не случайно. Основатель кафедры фармакологии РязГМУ Анатолий Никулин ставил первые эксперименты по фармакинетике. Его дело живет и продолжается учениками. Назначение нескольких препаратов одновременно одному пациенту может привести к нежелательным побочным эффектам или, наоборот, снизить эффекты терапии. И мы занимаемся вот этими вопросами. Это новые вопросы. Они не очень широко известны практическим врачам. Они не очень активно исследуются в нашей стране. И мы одна из немногих фармакологических школ, которые занимаются вопросами фармакокинетики и межлекарственного взаимодействия. Ученые из Волгограда, приехавшие на конференцию в Рязанский медуниверситет, изучают другую проблему. На протяжении 30 лет внимание медиков и биологов привлекает систему оксида азотом. Это самая маленькая молекула из всех существующих, но она играет большую роль в регуляции всех функций в организме. Центральные нервные системы памяти отвечают за эмоциональный фон сердечно-сосудистую систему. Оксид азота называют двуликим яном. В какой-то дозировке он оказывает положительное влияние, а когда он продуцируется в избыточном количестве, это очень плохо. Актуальная задача сейчас. Многие фирмы мира ведут поиск селективных ингибиторов, то есть препаратов, угнетающих активность индуцибельной нитроксидсинтеза. Мы тоже этим занимаемся. Кроме того, одна из тем конференции об учении – подготовка студентов, аспирантов, научных и младших сотрудников. В подготовке кадров существуют проблемы некого разрыва в обучении фармакологии врачей. Врачи правильно учат фармакологию, учат, что такое лекарство, как оно действует и как его надо применять. Но практически отсутствуют в медицинском и медико-биологическом образовании курсы, которые обучают, как надо создавать новые лекарства. Это своя наука. И вот конференции, они в какой-то степени этот пробел закрывают. В рамках конференции запланированы симпозиумы, современные подходы к прогнозированию фармакинетических и межлекарственных взаимодействий, новые мишени лекарственных препаратов, новые возможности терапии, на которых выступят ведущие ученые и клинические фармакологии России. Вы видите, какие препараты сегодня появляются. Если раньше химиотерапия – это был какой-то приговор пациентов, то сегодня люди продолжают работать, живут. Качество жизни их соответствует тому, что они могут полноценными вести жизнь, как на работе, так и в семье. Та наука, которой вы сегодня, так сказать, здесь посвятили свое время, наверное, это наше будущее. Наверное, будут уходить какие-то даже высокотехнологичные операции, будут заменяться какими-то фармацевтическими препаратами. Будем говорить о фармакологии, о прекрасной науке, на которой во многом, да, наверное, даже, вот я буду скромно скажу, стоит вся медицинская лечебная практика. Без знаний в фармакологии не обходится ни один специалист, занимающийся врачеванием в той или иной сфере, в терапии, в хирургии, где бы то ни было. Это действительно базовые знания, важнейшие, и которые требуются врачу на протяжении всей его жизни. Продлится работа конференции до 10 ноября. По ее итогам будут опубликованы материалы, ознакомиться с которыми смогут и другие ученые. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Выбрать профессию мечты школьникам помогают активисты, Народного фронта. Они организовали для учеников экскурсии на производственные предприятия, чтобы те вживую увидели востребованные для региона профессии. На одной из таких экскурсий побывала Мария Рудая. Огромный цех с мостовыми балками, весом 10 тонн, станками и кузнечно-прессовым оборудованием. Все это для учеников 60-й школы в новинку. А вот 11-классница Татьяна Чугунова точно знала, куда идет. Девушка уже определилась с будущей профессией. Она хочет управлять автоматизированными системами на производстве. Считает это направление крайне перспективным. Если вы посмотрите вокруг, то все происходит не вручную, а в основном все делают роботы и нужны люди, которые им будут управлять. Посещение школьниками завода «Точинвест» стало возможным благодаря проекту профстажировки Общероссийского народного фронта. В рамках реализации проекта прошла всероссийская акция «Неделя в профессии». Главная задача – помочь ребятам разобраться во всем многообразии самых разных специальностей. По-прежнему крайне востребованными остаются инженерные и рабочие профессии. Именно поэтому экскурсия была организована именно на завод. Им важно понимать, что такое завод, что такое предприятие, какими возможностями он обладает. И посмотреть изнутри, что такое предприятие, как оно работает. Поговорить, подойти с рабочими, что мы сегодня делаем. В цехе горячего цинкования школьники тоже побывали. Здесь им показали процесс, во время которого детали окунают в ванну с разогретым до 360 градусов цинком. Толщина покрытия составляет всего 80 микрон. Зато гарантию от коррозии дает в среднем на 85 лет. Андрей Кудряшов, хоть и не планирует работать на заводе, хочет стать инженером по авиастроительству, считает, что подобная экскурсия была для него крайне полезна. Тем более, что мама и бабушка работают на заводах. Я увидел, как люди работают. Увидел, что им поспрашивал, им вроде даже нравится. И зарплаты довольно-таки неплохие. По рассказам я понял, что это не так уж и сложно. Высокотехнологично, но не особо сложно. И понять это можно. Автоматизированные системы, новейшие оборудования и технологии. Все это лежит сегодня в основе рабочего процесса на самых разных производствах. Важно знакомить школьников с работой заводов. А чтобы выбор профессии произошел как можно раньше, необходима серьезная и планомерная профориентационная работа. И начинать нужно с самого раннего возраста. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Музеем под открытым небом станет городище Старая Рязань. Об этом сообщается в постановлении правительства. Рабочую группу возглавит зампредседателя Лариса Кархалева. В состав комиссии также войдут представители инспекции по охране объектов культурного наследия, археологи и ученые. Напомним, что Старая Рязань была одним из крупнейших древнерусских городов 12-13 веков, а также сердцем Великого Рязанского княжества. Сейчас это единственная вымершая столица Древней Руси и самое большое археологическое городище России. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова